Тёмно-зелёный, змеевик серый, обсидиан чёрный с красным. Хлопчатая бумага в области Сан-Жинской. Ну, правда, в весьма малом количестве. Но можно изготовить изюм, если бы знать французский способ. Что дальше? Кахетинская индиго, эреванская кашиниль дикой породы, кофейное дерево тек, в воде не гниющее, что позволило бы строить корабли лучше европейских. А здесь, в Ширванской области Юзбаши, злоупотребляют... Секундочку. Ага, вот. Собрано 4820 пудов шёлку. В пользу казны должно быть 460. А отдано 120. Все эти цифры необходимо внести в доклад. И ещё надо внести в доклад. Записывайте, Пётр Демьянович. Надлежит составить полное финансовое и статистическое описание закавказских территорий. Произвести изучение их природных ресурсов, перспектив их экономического развития численности и нужд местного населения. Компания должна широко торговать зарубежными и русскими товарами. Создать в Закавказье несколько первых фабрик и заводов. Кожевинную, стекольную, сахарную, суконную. Также поддерживать виноградарство и виноделие. Шелководство. Выращивать табак, шёлк, красильные и аптекарские лекарственные растения. Для успешной деятельности необходимо, чтобы государство выделило компании 120 тысяч десятин земли за арендную плату. 120. 120. Предоставить монополию на торговлю. Право свободного мореплавания, для чего необходимо отвоевать захваченный турками порт Батун. В качестве рабочей силы будут использоваться армянские переселенцы из Персии. Александр Сергеевич, а в Персию вы у нас когда едете? А также русские крестьяне, которые бы получили освобождение от крепостной зависимости. Я думаю, что уже сегодня поздно, Пётр Демьянович. Продолжим завтра. Угу. Если бы рука не устала, я бы ещё записывал бы за вами и слушал бы. Александр Сергеевич, у вас очень интересные мысли. Такие смелые, с таким государственным масштабом, которого в Санкт-Петербурге с трудом встретишь, а в Тифлисе и вообще... Господин губернатор, я жду вас завтра утром. Угу. До встречи. Стоять, не двигаться. Стоять, не двигаться. До встречи. КОНЦИЯ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...